и снова всем привет мои дорогие друзья и подписчики с вами снова я да да не удивляйтесь не первый но и не последний московский видеоблогер и вы находитесь на канале московский обжора и сегодня уже на улице 9 февраля 2019 год ребята сегодня в москве выдалась очень противная пасмурная погода легкий морозец но как-то противно а вчера солнышко было целый день в москве а сегодня наоборот очень пасмурно очень противно ветер и даже почему-то как-то зябко и несмотря ни на что а я же ведь оптимист я снова взял себя в руки оделся собрался умылся обулся подпоясался как надо уложил ваньку встаньку на правый бачок и с нетерпением отправился за покупочками а знаете куда сегодня правильно вашан и я уже только что мои хорошие переехал домой и сейчас хочу с вами мои хорошие поделиться своими покупочками которые я там только что ваша не совершил что же я сегодня там купил ребятушки давайте смотреть всем вместе приятного всем просмотра так давайте начнем как всегда вот такую вот ребятушки селедочки вот такую вот я снова взял селедочку но бывает я покупаю ее а с укропчиком а сегодня решил взять просто а фирма каждый день сельдь филе кусочки в масле то есть без всяких этих добавок это рыба выпускается у них в разных баночках вот как 200 грамм баночки бывают так вот большая банка здесь 500 граммов я решил в этот раз взять одну большую банку в которой 500 граммов вот такая вот каждый день сельдь филе кусочки в масле вот посмотрите какая селедочка видите когда я хорошая уже очищенная косточек нет кишочков ничего здесь нет вот чистенькая хорошенькая вот с картошечкой поди плохо да ребятушки с картошечкой сотворной поди плохо да мои хорошие вот такая вот селедочка короче вот вот такая вот селедочка вот купил я одну баночку и цена вот за эту баночку в которой а полкило составляет сто сорок восемь рублей двадцать одна копеечка вот сто сорок восемь рублей двадцать одна копеечка килограмм выходит где-то а 300 рублей там плюс минус ведь какая дорогая в принципе но ну вот такая вот селедочка сто сорок восемь рублей двадцать одна копеечка я куплю одну баночку так убираю что же я там сегодня еще мои хорошие купил а сейчас увидите я сегодня купил ребятушки фарш еле нашел мне надо было сегодня снова нам купить а куриный фарш куриный всякого было полно и говяжий там и какой-то индюшины очень дорогой там еще какой-то свиной там что я не знаю но разные фарши были каких только не было а моего нихрена не было где буду обычно у них лежит там на прилавке в том месте не было я все обыскал блин а весь на нервах было спросить что-то как-то не у кого было принципе ну думаю все наверное разобрали наверное я а московский обжорщик остался без фарша а потом думаю блин пойду ка я в другое место иду чё-то гуляну блин а фарш мой лежит оказывается они его в другое место ребятушки переместили и вот я естественно взял много его в принципе было вот такой вот фарш очень хорошие домашние котлетки делают мы очень вкусные получают всегда котлеточки вот видите какой куриный курорт называется тройкурова вот такой вот фаршик это не реклама просто очень вкусный вот вообще эта марка хорошая говорят вот вот такой вот фаршик я купил сегодня вот вот один лоточек я купил и цена вот за этот лоточек кстати здесь 900 граммов составляет фарш обыкновенный тройкурова 88 рублей 20 копеечек вот восемьдесят восемь рублей 20 копеечек я купил одну штуку ясно да так дальше что же там сегодня еще купил в ашане редьку ребята зеленую купил весовую снова вот такую-то редьку какой там только не было сегодня и зеленая и красная и черная как будто прям это светофор да и зеленые красные черные правда черного света нет есть желтый но все равно ведь как всякая была и я решил взять самую хорошую самую такую вот нежную самую сочную самую ароматную вот такая вот зеленая редька доставать не буду чтобы руки не пачкать вот короче полный мешок взял цена за килограмм на редьку составляет ровно 34 рубля у меня здесь я сам взвешивал и сам выбирал один килограмм 818 грамм поэтому этот один килограмм 818 граммов умножаем на цену за килограмм которая составляет 34 рубля и получаем вот за эту красоту я отдал 61 рубль 81 копеечку вот 61 рубль 81 копеечку вот полный мешок какая-то редька так что же я там сегодня еще купил ребятушки с редькой разобрались там же естественно я сегодня купил ребятушки очень хорошую морковку морковка там была мытая морковка и не мытая умные люди всегда берут немытую потому что она дешевле и даже лучше в принципе мы сами помоем а земли там грязи минимально поэтому цена все окупает и очень хороший морковь это просто девушки такие набалованные а которые боятся да и не только девушки боятся свои ручки испачкать вот накатки вот свой этот я не знаю как называется это ногти то они эти самые приклеивают вот боятся поломать и вот поэтому они берут эту мытую морковь но умные люди берут как вот я не мытую вот такая вот морковка доставать не буду очень хорошие ребята вот морковь вообще просто пипец ребята просто пипец вообще очень вся ровно давайте все-таки одну доставим что ради вас не сделаешь на все пойдешь даже руки испачку вот какая морковь в итоге посмотрите ребята обалденная морковь видите с тупым концом вот такая вот морковка красиво вот полный мешок по набрал видите ребят полный мешок и вы сейчас с ума сойдете от зависти знаете сколько стоит килограмм 25 рублей 66 копеечек у меня здесь один килограмм 736 граммов поэтому этот один килограмм 736 граммов умножаем на цену за килограмм который составляет 25 рублей 66 копеечек и получаем вот за эту красоту я отдал а всего лишь 44 рубля 55 копеечек ну грубо говоря 45 рублей вот такая вот красота такая вот морковка так с морковкой разобрались что же я сегодня там еще купил это еще не все я сегодня ребята ваша не купил очень хороший а репчатый лук лук репчатый сейчас с ума сойдете от зависти какой лучок я купил дядя сергея вы посмотрите какой лучок ребята какой лучок много там лука было вообще и дядьки тетки богатые морковых шумов покупали вон такой посмотрите ребята вообще просто изумительный лук как много я его понабрал видите ребята какой лук его и сажать можно на первом и так кушать вот я стараюсь брать всегда такой вот маленький средненький большой никогда не берут ведь какой лук обалденно репчатый вот очень полезный и хороший он такой лук ведь какой лук вообще золотой вот как я много понабрал посмотрите ведь целый мешок и цена за килограмм составляет ваша не знаете сколько за за этот лук репчатый а 27 рублей 10 копеечек бы 27 рублей 10 копеечек у меня здесь один килограмм 274 грамма поэтому эти один килограмм 200-17 4 грамма умножаем на цену за килограмм которая составляет 27 рублей 10 копеечек и получаем вот все красоты и отдают 34 рубля 53 копеечки 34 рубля тоже 53 копеечки ясно да так вот с репчатым лучком разобрались что же я там сегодня еще купил вот что я сегодня купил ребята еле подошел в хлебный отдел как же там много было народу это просто пипец все спотыкаются все там толкаются это просто пипец ажиотаж какой-то на хлеб не подойти было и вот я все-таки какой как пролез взял себя в руки вот успокоился и прям туда с головой вернул и достал вот такой вот хлеб очень хороший каждый день называется хлеб дарвинский здесь 650 граммов вот такой вот я купил одну буханочку вот 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 и очень свежий сделали сегодня вот как вы видите 9 числа вот вот такой хлеб дарвинский от каждый день цена вот за эту буханку вы сейчас с ума сойдете от зависти а знаете сколько ребятушки всего лишь ровно 15 рублей ровно 15 рублей а езжайте в деревню в сельскую местность куда-нибудь я не знаю или в московскую область зайдете в сельский магазин вы отдадите вот за такой буханку около 40 рублей а я купил всего лишь за 15 рублей так что завидуйте мощь вот с хлебушком разобрались так всего лишь 15 рублей это вообще до ребят 15 рублей за 650 граммов это вообще даром так дальше и естественно я там сегодня решил купить мороженое вот такой вот хорошее престижненькое мороженое сейчас я вам покажу вот такой вот мороженый я купил оно бывает разное мороженое вот я бы мог бы купить рожки бы каждый день мороженое оно дешевое но оно ребята очень невкусное холодное такое молочное ледяное очень эти рожки очень жесткие вафли а я сегодня купил хорошее мороженое называется а знаете как рожок рожок колибри или калибри кому как больше нравится вот здесь 100 граммов а я решил взять рожок а крем-броле крем-броле вот крем-броле а он еще бывает фисташковый фисташковый вот фисташковый и ванильный а я решил взять крем-броле вот а фисташковый он цена такая же какую и у этого но там 90 граммов вот 90 а вот здесь у меня крем-броле 100 граммов вот такой вот рожок видите 100 граммов в наше время очень трудно найти чтобы мороженое было с весом 100 граммов а я вот нашел вот рожок а фирма калибри или колибри я не знаю кому как больше нравится ударение ставьте ставить так и называйте это вот делает знаете кто шабаланское предприниматель индивидуал индивидуальный предприниматель шабаланская александра александровна россия город нижего город бор нижегородская область поселок никлюда вот такой вот мороженец в принципе и хас и пэ тут и знаки качества хорошее мороженое в отличие вот от каждого дня это конечно хороший вот рожок вот такой вот калибри я взял крем-броле называется вот крем-броле вот видите какой красивый внутри там плохо видно вот и цена вот за этот рожок крем-броле составляя сейчас я вам скажу сколько 22 рубля 35 копеечек 22 рубля 35 копеечек и поэтому я купил с 2 штуки в общей сложности 200 граммов жалею что так мало надо было а 4 штуки по набрать вот этого конечно мало но ничего ладно хорошим понемножку сейчас я сделаю мотор вот напоследок концовочку такую сделаю надо мотор всегда делать в конце и и будет как бы концовочка прикольная вот но на этом все и того я сегодня 9 февраля 2019 года в гипермаркете ашан потратил итоговую сумму моих покупок а общую которая составила к оплате ровно-ровно 437 рублей 437 рублей наличными я дал бумажку 500 рублей ровно 500 рублей а сдачу мне дали как полагается 63 рубля ровно 63 рубля но на этом все не болейте не хворайте вот и не забывайте подписываться на мой канал не забывать про колокольчик и не завидуйте мне вот и не судите ибо какой мерой судите меня такой у вас там боженька на том свете будет тоже судить поэтому вот и прежде чем кого-то воспитывать вот прежде чем кого-то воспитывать вы сначала себя воспитайте вот а потом уже других воспитывать все ну а так все я вам говорю пока 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 не болейте и не забывайте подписываться тогда не пропустите мои стримы и мои новые видео и обжоры тоже все пока